Привет, друзья! Вчера ролик записывал с нашим другом Сергеем Сениным, поэтом. Потом смотрю, у меня тут отбрытие моего всё так раскрябано. А сегодня уже прошло, и вот видите, я нарисовал там картину. Такой юноша, такой, может быть, и не юноша, но тоже такой поэтичный образ. Но при этом я хотел вам рассказать про онкологию, почему, собственно говоря, помогает выход на нулевое состояние, на состояние глубинной, душевной, успокоенности, на состояние, когда снимается внутренний диалог, на состояние, когда возникает ощущение эндорфинное вместо адреналинового, почему в этом состоянии онкология во многих случаях исчезает? В моих друзей я всех лечу, у кого там даже какие-то маленькие признаки бывают, допустим, даже канцерофобия. А это, между прочим, даже бывает тяжелее, чем сама онкология. Ну, не тяжелее в прямом смысле, но это нарушение нервно-психического характера, канцерофобия, когда человек боится, что он заболеет или заболел онкологией. Бывает порой такое тяжелое. Да-да-да, специально врачи лечат это. А сама онкология, вот вы не представляете себе, какое количество людей... Во-первых, я помог лучше себя чувствовать после химии, после всех процедур химии, когда он тяжело себя чувствует или она... А вот мы с ним разговариваем в скайпе, я подсказываю, как выходить на нулевое состояние, и потом он разгружается и становится легко. Это же удивительно. А сколько человек я просто выявил из этого состояния, которых не допустил просто до того, чтобы они там оперировались, или облучались, или химию получали. Почему вот? Потому что я в свое время дружил с академиком Фраговым Константином Васильевичем. Он был вице-президентом Академии наук СССР. И был директором Института машиноведения Академии наук. Мы очень хорошо дружили, мы понимали друг друга. И я даже потом, через много лет, я работал у него там, у профессора Петрова, и профессор Полилов, мой друг, меня там каким-то образом, новому директору уже института машиноведения, там рекомендовал. Я там работал в лаборатории биомеханики. И исследовал вот эти всякие вот хлёсты, покачивания на платформе. И записывали там дыхание, частоту сердечных сокращений. Очень много чего делал в лаборатории биомеханики в Институте машиноведения. Это крутейший институт. Так вот, Константин Васильевич, я был последний человек, который видел его перед тем, как он ушёл. Потому что мне Полилов позвонил и говорит, ты поезжай на дачу, Константин Васильевич. Он говорит, вернулся из Германии после облучения. И поезжай, помоги ему. И, короче, я приехал к нему на дачу, и смотрю, Константин Васильевич такой маленький стал, сухенький такой стал, лежит в кроватке, как ребёнок. Я ему говорю, Константин Васильевич, я вам сейчас подскажу, как сделать так, чтобы голова совсем пустая стала, полагая, что он переживает. А он засмеялся и говорит, а она у меня всегда пустая. Такой был сильным духом человек. Он мне сказал сам, что мне там сказали, что меня передозировали. Я с тех пор, вы понимаете, я занимался очень много онкологией, и с тех пор я занимался помощью людям, которые страдали всякими формами этой онкологии. И помогал им выходить из этого состояния, профилактику от этих состояний. И, короче говоря, и во время вот этих облачений, химизации, помогал им освободиться от этой нагрузки на организм. Друзья, вот жизнь такая. Я же врач и психолог одновременно. И додумался до этого. И на самом деле у меня бывало, что я за час, за полтора выводил человека из очень тяжелого состояния. Так вот, я вам просто хочу дать надежду. Я вам просто хочу сказать, что вот это вот постижение, вот этого нейтрального состояния, свободного состояния сознания, когда вы выходите на ощущение безвремения, бесконечности, на ощущение нуля, то есть там, где вы соприкасаетесь с вечностью, вы там черпаете энергию, потому что там нет страхов, там нет комплексов, там нет шаблонов, там нет авторитетов. Свободное состояние сознания, а сознание на самом деле является мощнейшим регулятором внутренних процессов, когда оно свободно от этого эго. Так что вот этот выход в нирвану наполняет организм такими восстановительными процессами, восстановительными силами, такой энергией, что многие люди выскакивают из онкологических проблем. Да, друзья, и не только из онкологических проблем, из самых разных, и психосоматических, которые они себе накручивают, создают себе такие негативные доминанты, и таким образом получается, что человек все время... Это вы Бехтерева почитаете, великого Бехтерева. Он же говорит о том, какую важную роль играет у человека самовнушение. И сам Бехтерев, он очень много занимался гипнозом, и он что делал? Он этих алкоголиков, а тогда это проблема была, и он с этим сталкивался часто, он алкоголиков погружал в гипнотическое состояние, и в гипнозе и внушал, что теперь они бросают пить. Размыкал вот эти вот системы и создавал новое замыкание, ну так условно говоря, в мозге, через нейтральное положение, через свободное положение, через нулевое. Это условно, если так говорить, так можно объяснить. Размыкал, соединял заново, уже в новом соотношении, и алкоголики переставали пить. Я, кстати говоря, тоже, когда учился в институте, в интернатуру, я проходил по психиатрии целый год, а я там большее время проводил в наркологии. Очень смешно было в одном случае, я и внушал в гипнозе. У вас стакан наполовину полный, прозрачная жидкость, это водка, пейте. И когда они делали, это мнимое было, мнимое водка, им в гипнозе представлялось, что у них в руках, и они начинали пить. И в этот момент я говорил, вот, то есть я создавал новую связь между водкой, этим сигналом, и негативную реакцию, чтобы он освободился от этой зависимости. И однажды смешной случай, когда, значит, мужик поднял руку в гипнотическом состоянии, подносит, и в этот момент открывает один глаз, и мне говорит, слушай, я завтра выписываюсь, да я один раз глотну, да? Ну, я говорю, смешно, глаз открыл, и говорит, да я один раз выписываю, я, говорит, завтра выписываю. Ну, ладно, хорошо, шутки, шутки, ну, на самом деле, я говорю об очень серьезной теме. Вот этот гипноз, который создавал Бехтерев, который, значит, в гипнозе он внушал, в гипнозе можно много чего внушить, можно внушить, что ты лучше рисуешь, можно внушить, что ты лучше стихи пишешь, можно внушить, что ты изобретения лучше делаешь, а я догадался, чтобы человек сам у себя вызывал это состояние, то есть выходил из негативного гипноза, внимательно, пожалуйста, слушайте, выходил из негативного гипноза, в котором он постоянно находится, потому что, когда он попадает в неопределенность, неизвестность, он начинает себя накручивать, создает доминанты, с ожиданием негативного исхода ситуации, особенно сегодня, когда мир такой неопределённый, тревожный, точка бифуркации, точка неизвестности, мир переходит из реальности в виртуальную реальность, цифровизацию, конечно, всех трясёт от неопределённости, и тут человек легко поддаётся манипуляциям, кто говорит тому вереннее чего-то, всякую ерунду, их и воспринимают как авторитет, и иногда скажут, вот вы все будете болеть, и все начинают болеть, ну вы знаете вот эту штуку, да, потому что накручивают себя, а я скольких людей вывел из этого состояния, просто за 40 минут, через ноль, так я вам хочу сказать, освобождение, контакт с вечностью, когда человек теряет присутствие тела, тяжесть, боль, страдания, когда он выходит на состояние невесомости, на состояние облегчения, как будто гора с плеч, когда он соприкасается с вечностью, невесомость, безвремение, вечность, свобода, да, и там организм начинает функционировать нормально, начинает восстанавливаться истощенные функции, да, истощенные, деформированные, начинает все согласовываться, между психическими, физиологическими процессами, гармонизация наступает, ну и конечно, это такое силище, это такое лекарство, которое побеждают многие недуги, таким образом, из негативного гипноза, в самогипноз, люди же манипуляции, в самогипноз попадают, из негативного самогипноза, через ноль, в позитивный, ну как будто Бехтерев стоит, и вам внушает, что вы теперь будете здоровыми, да, друзья, как будто Бехтерев стоит и внушает, я, кстати говоря, в институте, где директором была Наталья Петровна Бехтерева, обучал эпилепсиков, у которых были вживлены в мозг электроды, потому что они должны были оперироваться через электрический ток, разрушали очаг эпилептический, я их обучал тому, чтобы они выходили на состояние, ну или оно тогда, это у меня называлось, нейтральное состояние, и в этом состоянии, по задаче, специалисты врачей, они моделировали у себя состояние депрессии, эйфории, и оттуда писали электрические потенциалы мозга, при этом, при этой саморегуляции, такие мощные вспышки электрической активности мозга, как при прямой электростимуляции мозга, вот что оказывается, как важно, чтобы человек научился из негативного самогипноза выходить через ноль в позитивный, и там избавляться от неприятностей, и даже настраиваться, допустим, вы хотите решить какой-то вопрос, очень важный для себя, как подобрать себе лекарства, или упражнения, или так далее, и вот вы утром проснулись, и если вы поиграете в эту невесомость, я вам сейчас совет даю, игра в космонавта, она у нас в книгах, ну не буду сейчас показывать, в последних двух книгах есть, игра космонавта, ну лёжа, вы лежите, и воображаете себе, руки отпустили, ноги отпустили, воображаете себе, что так всё в космосе плаваете, и там потом руки положили, и у вас возникает такое состояние облегчения, потому что вы снимаете напряжение лишнее, и в этот момент задавайтесь вопросом, что вам нужно делать для того, чтобы быть здоровее, счастливее, и потом на ум придёт ответ. Этот вообще механизм включается с помощью подбора себе действий, вот это действие, игра в космонавта, это хорошее действие, когда вы лёжа играете в невесомость, как бы играете, а на самом деле вы инициируете включение вот этих правильных механизмов, потому что здоровое тело, друзья, открываю вам то, что вы и сами знаете, когда оно не болит, когда оно вообще никак, оно же по существу, это же невесомость, то есть вы не чувствуете тело, когда оно здоровое, а как только чуть-чуть больно, сразу чувствуете. Поэтому, когда вы играете в невесомость, а в нуле как раз невесомость, таким образом соединяются мысли о том, что нулевое состояние это свобода, а свобода это невесомость, а невесомость это контакт с вечностью, это контакт с полной гармонией, это контакт с абсолютом, ну кто-то может сказать с Богом. Кому как нравится. До встречи, друзья. Лечитесь, соприкасаясь с Богом. Кому как нравится называть это. До встречи.